Всем привет, меня зовут Анатолий, мы в Тюнинг Ательеф и Тони. Начну я с того, что вы иногда можете купить автомобиль, не оборудованным даже твиттерами. Нет твиттеров, есть торпеды, есть установочные места, есть сеточки, а твиттеров там нет. Ну вот в общем-то в такой комплектации автомобиль был приобретен нашим постоянным гостем. В общем-то в целом, как я уже говорил, напомню, лучше всего для вас взять автомобиль с самой простой аудиосистемой. Чем проще предустановленная аудиосистема, тем выгоднее и удобнее ее дооснастить, переработать. В общем-то то, что мы будем делать в этом автомобиле. Система данного автомобиля будет отнюдь не тривиальная. Как вы знаете, обычно вы обращаясь к нам, получаете расчеты со точной стоимостью, в общем-то с точными сроками. Здесь запрос иной. Здесь была просьба немного сотворить творчество. Поэтому оборудование, представленное на столе, это не полный комплект, это лишь то, что мы уверенно будем точно сюда ставить. Поэтому автомобильным приняли решение дозаказывать сабвуферное звено уже после того, как разберем, как поймем, какие варианты мы можем предложить. Только после этого уже будем осуществлять подбор приобретения сабвуферного динамика. Но по остальным компонентам расскажу сразу. Хотя нет, сначала расскажу о целом концепции построения аудиосистемы в данном автомобиле. Что нетривиального здесь? Здесь будет организовано полностью побортное поканальное усиление. То есть один процессорный усилитель, да, вот этих скромных размеров, будет отвечать за левую сторону аудиотракта. Этот усилитель, собственно, будет за право отвечать. Полностью поканальное усиление каждого из канала динамиков позволит настроить систему настолько тонко, насколько позволяет современная математика вычислительная, прошитая, заложенная в эти устройства от знаменитейшего, пожалуй, бренда AudioTech Fisher. Даже не бренда, а корпорации, выпускающей продукты, в том числе и матч. Собственно, полностью побортное усиление обеспечит нам сумасшедшее, просто сумасшедшее расширение, разрешение звуковое. Поэтому мне тоже очень интересно послушать, как все это получится. Есть сложности с такими подключениями. В первую очередь, это настройка. То есть настройка в данном варианте будет производиться сразу с двух ноутбуков. Это неудобно. Но, собственно, сделать можно все. Фронтальное звено акустической системы, значит, среднечастотное, высокочастотное звено MATCH AudioTech Fisher снова. И тыловая акустика, в общем-то, на этих же компонентах. Фронтальная мидбасовая акустика CDT HD6. Приняли решение все-таки доставить именно ее. Она приедет к нам немного позже, потому что мы работали с конструктивными дверями. И пытались понять, насколько правильно будет заменить там и мидбасовое звено. Просто по заверениям некоторых производителей, мидбасовое звено в этих автомобилях, в общем-то, полагает, ну, как бы выполняет основные требования, которые к нему, в общем-то, и воскладывают. Мы посчитали иначе. И, собственно, будем поэтому менять и также и мидбасовое звено фронтальное. Как вы видите, проводов у нас на столе нет. Никакого подключения plug-and-play здесь речи не идет. Будем формировать собственную косу, потому что... Потому что... Потому что гладиолус. Потому что по-другому это никак не сделаешь. Именно в данной системе подключения. И так, получил я с антихрома детали G-класса. Как видите, все уже слезло у нас. Голый пластик остался. У нас напоминает 4 дверные вставки. И центральная часть, огибающая центральную консоль. Сейчас в дальнейшем я буду это все вышкуривать. И готовить этот пластик к последующей ламинации. Сегодня у нас на выдаче G-класс. Огромный проект. В котором ранее мы оклеили весь автомобиль в полиуретант прозрачный, глянцевый. Перешили в салон натуральную кожу. Создали 3D-ковры для этого автомобиля. Покрасили колпачки, колесные диски. В данный заезд автомобиль был дооснащен аудиосистемой. О ее составе я рассказывал вам ранее. На данный момент я готов похвастаться. И сказать то, что да, нам удалось создать полностью побортную стереосистему. На основе двух процессорных усилителей. Интегрировали. И умудрились с двух ноутбуков настроить то, что теперь будет развлекать собственника данного автомобиля. Развлекать она будет его на топ-уровне. Потому что двойное стерео создает стереообраз в разрешении такого качества, что реально до мурашек по коже стереообраз просто идеально разложен на компонентах аудиосистемы. Мы прекрасно понимаем, где у нас локализуется центральный исполнитель, где у нас локализуется пианинка, барабанчики. Блин, просто до мурашек по коже. Офигеннейшая аудиосистема. Реально на зависть всем. Как я много раз рассказывал, бывают аудиосистемы разные. В данном автомобиле, допустим, собственник не получил даже фронтальных твиттеров, так далее, высокочастотного звена вообще нет. Поэтому преображение просто, ну, фундаментальное получилось. И, собственно, это та аудиосистема, за которую не то, что не стыдно, за которую есть определенное чувство гордости. Прошу обратить внимание на оформление сабвуферного звена. Вам известно, что в Гелендвагенах штатно используются 8-дюймовые головки сабвуферные. Мы достаточно лаконично, на мой взгляд, справились с задачей размещения 10-дюймового сабвуферного звена в этом автомобиле. Поэтому оцените, дайте, пожалуйста, обратную связь, скажите нам, насколько мы круты или что, на ваш взгляд, вы бы сделали иначе. Поэтому ждем вас в гости. Приезжайте за хорошими аудиосистемами только к нам. Всего доброго и до будущих скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok